Родилась в Крыму, в Симферополе в 1982 году. Плаванием начала заниматься в возрасте 7 лет. Переехав в Харьков, поступила в училище физической культуры и спорта, которое закончила в 2001 году. Высшее образование получила в Киевском национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Первые медали Яна начала завоевывать с юных лет, покоряя вершины европейских и мировых соревнований. Сложно перечислить все достижения и регалии украинской золотой рыбки. Из основных выделим победы мирового масштаба. Яна является обладателем пяти олимпийских медалей, из которых четыре золотые и одна серебряная. Кроме того, ей был установлен мировой рекорд на 400 метров на Олимпийских играх в Сиднее и рекорд Европы на 200 метров по комплексному плаванию. Ян, я очень рад тебя видеть у себя в гостях. Добрый день. Я как джентльмен должен начать сюрпризовый подарок. У меня есть для тебя небольшой интерактив. Я хочу тебе дать аирподс. Ты должна их одеть. Что потребуется? Я включаю музыку, и ты должна станцевать танец маленьких утят. Я думаю, что с сыном ты практиковала это. Не бойся, вытягивай. Сейчас, сейчас. Да, раз, два. Сейчас, сейчас, так плохо. С сыном? Маленьких утят? Не знаю. Было? Давай встань. Яночка, я тебе в наушниках сейчас включу очень интересную песню. Называется «Танец маленьких утят». Мы должны его красиво, ритмично, бедрами твоими красивыми нужно это красиво сделать. Знаю точно, ты коварна, но это забавно. Начинай мучь меня, но мне будет с тобой скучно, да? Даже если ты опасна, это все не напрасно. Ты же просто прекрасна. Ведь ты глубоко, глубоко, глубоко плывешь ты. Золотая рыбка, плаванием живешь. Ты видишь награды и не знаешь преграды. Класс! Вот так, друзья, нужно танцевать. Спасибо, Яночка. Давай, садись. Ну, видишь, как ты говорил, что не можешь. Ну, интересненько. Яночка, ну, перейдем к интересным вопросам. Ян, ты, как никто, знаешь, как жертвовать чем-то важным ради своей заветной цели. Как? Было тяжело ли? Или все-таки легко тебе дались эти жертвы? Ну, в принципе, конечно, сложно было. Особенно в детстве, когда все подростки хотят гулять на дискотеке, встречаться в полняне. Естественно, у меня этого времени не было, я практически все свое время посвящала тренировках. Ну, часто за границей были на сборах. Конечно, да, сложно. А сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, насколько это вообще все сложно было, тяжело, что действительно какие-то жертвы, которые простым людям, может быть, они непонятны. Только понятно людям, которые достигли и которые пришлось жертвовать. Ну, как бы я все равно не жалею. Я рада, что у меня получилось то, что я задумала. Оно того стоило, скажем так. Но ты считаешь, что эти жертвы были оправданы? Ну, конечно, да. Что ты правильно послушала родителей, ходила в зал, упорно работала, потом ходила на плавание и достигла той определенной цели, которую ты хотела? Ну, как сказать, конечно, возможно, сейчас я понимаю, что, может быть, что-то не было в моей жизни, да, что я что-то там не увидела, что-то там, может быть, не почувствовала, там, какое-то... Что-то, возможно, упустило. Что-то упустило, да. Но я понимаю, что то, что я достигла в конечном итоге, оно того стоит. Уже в более осознанном возрасте, ты уже, когда стала девушкой, когда у тебя появился мужчина, да, появился сынок, ты не жалеешь о том, что в погоне за славой, за этими большими достижениями ты не обрела женского счастья? Ну, как сказать, во всем, как бы, человек не может быть успешен, да, там, в спорте, там, в личной жизни, в работе, это такой, конечно, был бы бы Джекпот, да, мы бы Джекпот, но это жизнь, и, возможно, она не всегда складывается так, как бы ты хотела, чтобы она сложилась, да. Но были такие мысли, тебя посещали, что вот все, что ты делала, да, другие твои подружки, там, замуж вышли, там, живут уже много лет, да, а ты все это посвятила спорту. Ну, возможно, как бы я думала об этом, задумывалась, но не то, чтобы я там сильно, ну, вот, думала об этих мыслях, там, да, на самом деле я живу так вот, я вообще, как бы, в принципе, радуюсь каждому прожитому дню, радуюсь, что я просыпаюсь. Конечно бы, где-то там в уголке души, возможно, бы... Есть все-таки, это такая мысль прокрадывается. Да, прокрадывается, и чем ты старше становишься, тем, ну, они как-то чаще... Глобально понимаешь, с чем ты сталкиваешься, да. Появляются эти мысли, и, конечно, не без этого скажу, но, тем не менее, жизнь идет, и, возможно, что-то изменится когда-то. Ну-ка, поживем и посмотрим. Ян, а, ну, расскажи, какая ты хозяйка в быту? Ну, все-таки интересно, ну, сынок, все-таки готовишь завтраки, убираешь ли ты дома, или у тебя есть... Ну, в принципе, как и все, стараюсь как бы все совмещать, там, люблю, ну, не так часто готовлю, в основном какие-то такие вот легкие блюда, скажем так. Салатики, да? Да, салаты очень люблю, там, я не знаю, могу рыбу запечь, это вообще... Ну, это, в принципе, и полезно, как стараюсь поменьше, там, мучного такого, там, готовить, там, тортики, естественно, такое, ничего не выпекают. Дома я на чемпионка или все-таки мама? Ну, все-таки мама, наверное, больше, как бы, стараюсь, ну, вот, больше времени, там, сыну уделять, естественно, читать, гулять, там, проводить с ним, там, я не знаю, на велосипеде кататься. Первое олимпийское золото у тебя было 18 лет. Скажи, не испугал тебя такой пик славы? Вообще, я так шаг за шагом, в принципе, шла к этой олимпийской медали, и, возможно, это мне даже как-то, ну, я через чужие это пристальное внимание, в какой-то степени, может быть, была не готова. Ну, в принципе, справлялась с этим нормально, не было это для меня каким-то там... Не болело? Не просто не такого, что проснулась утром, все, я звезда! Знаете, как бывает, актер какой-то проснулся. В фильмах, да? А скажи, ну, не болела ты звездной болезнью? Нет, ну, звездной болезнью у меня никогда не было. Что изменилось в твоей жизни после того, когда ты закончила свою спортивную карьеру? Ну, наверное, самое сложное было, это, ну, мне кажется, до сих пор, так, по истечению, да, вот, найти себя в жизни, вот, дальше, потому что, естественно, когда ты был такой успешный спортсмен, очень многие спортсмены потом, так сказать, ну, как находят, да, себя, кто-то в материнстве, ну, как бы это тоже, да, но все равно, мне кажется, до сих пор тот потенциал, возможно, который есть, хотелось бы его реализовать. Яна, ну, ты в одном из интервью сказала о том, что у тебя есть фобия, ты не можешь комфортно находиться в воде, когда не видишь дна. А как золотая рыбка может бояться своей стихии, вообще, так скажем, воды? Ну, как, это же твоя стихия. Мне кажется, ну, чуть-чуть лукавлю. А, это было, а, ты лукавила. Конечно, я плаваю там, где не видно дна. Да. И вот, да, буквально вот недавно, летом мы были в путешествии в таком, на яхтах, классном, во Франции, и там плавали в открытом море. То есть ты комфортно все-таки себя чувствуешь? Ну, есть у Яны Кулачковой все-таки фобия, которую она действительно боится? Ну, как, разная, но не то, что там фобия. Мужчая змея. А, ну да, вот этих всех пауков, это точно фобия. Это точно, да. Это точно боится. Ну, возможно, там, клоунов, не знаю, кого-то, каких-то скелетов ночных, там, знаешь, чтобы ты там не проснулся, чтобы кто-то не смотрел, на тебя не дышал. Ну, вот каких-то всяких таких змей, вот это вот, мне кажется, это вообще точно пауков. Это точно не твою. Ну, а сын все-таки уже достаточно взрослый, понимающий. Он, у него есть какие-то фобии? Наблюдаешь ли ты за ним? Как он? Не, мне кажется, он вот именно вообще, как сейчас дети такие бесстрашные, и они готовы там, и даже на ужастики, какие-то фильмы ходят, хотя, конечно, детям не рекомендуется смотреть какие-то вот, ну, я говорю, что сейчас дети как бы, ну, мне кажется, что я даже не знаю, сложно не сказать. Яночка, ну, мне как мужчине очень интересно, а твое сердце сейчас свободно? Ой, хороший вопрос. Но есть разные поклонники, в принципе, мужчины, которые, так сказать... Ну, нет, мужчины, которые сейчас сказал, Яночка, это только моя, и вот свадьба, кольцо, и больше ты не для кого... В принципе, как бы не могу сказать, что есть так, что... Значит, ты пока еще свободна. Ну, хорошо, я встречный вопрос тебе задам, а какие качества мужские ты ценишь, мужчина? Ой, сложно сказать, это такой вообще глобальный какой-то портрет. Ну, часто мне очень спрашивают, да, вот, нарисуйте идеальный образ вашего мужчины. Ну, как, мне кажется, ну, блин, его не существует просто. Ты увидишь и влюбишься. Ну, чего того, что-то. Твой инстаграм меня очень покоряет очень откровенными фотографиями. Ну, бывает. Там, где ты показываешь свои прекрасные формы. Не думаешь ли ты посотрудничать с какими-то глянцами или открыть себе какой-то модельный себя, индустрии? Ой, на самом деле, не знаю, очень много пишут, предлагают, в принципе, пока таких там откровенных. Ну, я не могу сказать, наоборот, даже некоторым подружкам говорят, ну, вот, типа, зачем ты такое выставляешь, типа, даже понимаешь, что тебя... Нас радовать мужчин. Ну, будешь, типа, по-другому как-то воспринимать, типа, не так, как бы надо. Нет, я буду настаивать, но ты будешь писать комментарии, что нужно выставлять такие фотографии. Я просто, на самом деле, я считаю, мне кажется, что, действительно, когда девушка спортивно занимается спортом, есть, ну, как мотивация, да, мотивирует других выглядеть лучше. И в этом нет ничего похлого. Согласен, согласен. И, как бы, конечно, бывают разные моменты. И другие девушки, которые там набирают после беременности, естественно, показать. Как ты проводишь свободное время? У тебя, ты уже не занимаешься активно спортом. Встречаешься ли ты часто со своими подругами? Где ты проводишь время? Ну, вообще, ну, конечно, люблю очень там встречаться, ездить за город, проводить вот именно свое время друзьями. Там, я не знаю, ходить в кино, какие-то такие интересные... Караоке. Ну, типа, коробки. Тоже бывает. Часто ли тебе удается? Ну, как верно. Раз в неделю, раз в месяц. Ну, может быть, раз в месяц. С подружкой. Такие неделищенькие. Ты инфициатор, или у тебя есть в компании подружка, которая... Есть в компании. Давай, Янка, погнали. Да, есть. Есть такая подружка. Или ты все-таки инфициатор? Нет, в принципе, ну, мы все вместе, как бы, договариваясь, а едем. Хочу плавно перейти к нашему другому сюрпризу, который мы к тебе подготовили. Но этот сюрприз называется челлендж. Его оставил для тебя предыдущий наш гость. Челлендж заключается в том, что тебе нужно будет закрытыми глазами засунуть руку в пакет, высунуть оттуда что-либо там, что находится, да? Главное, не бояться. Вот это вот прям очень важно. Главное, не бояться и не стесняться прокомментировать, как это можно использовать в поседневной жизни. Ты готова? Да. Нет, что ты не готова. Я уже боюсь. Не бойся. Я буду максимально стараться, чтобы тебя там никто не укусил, не испугал и ничего не произошло. Хорошо? Давай. Главное, вот как я, да? Вот ты смотришь мне в глаза и опускаешься до рук. Там ничего такого нет. Вот поверь мне. Ну вот как мужчины, доверься. Не бойся. Резко. Резко? Да не бойся. А вот это? Да высовывай. Может это енот? Как ты думаешь, что это можно, как его применить? Потому что можно в жизни и повседневной причем. Ой, повседневной. Повседневная жизнь. Очень сложно. Очень сложно, но он очень мягкий. Да. Он может греть зимой. Да, кстати. Руки можно. Место перчаток. Место перчаток. Да. Ну как ты думаешь, что можно, как можно с ним справиться по синим? Место шерпа. Место шерпа. Раз, давай еще один. Ну вообще нет. Сложно, потому что. Давай еще один. Вот его можно применить вот как в качестве хвоста. Ну да. Да? Кстати, у лыжников тоже. Лыжников? Очень часто я видела такие хвостики есть. А, да. Вот именно такие хвостики ты видела у лыжников? Ну типа такие. Просто я знаю, как бы на лыжи катается. Классно. Ну давай мне этот хвостик, мы дальше подумаем. Давай, не бойся. Ну там ничего же. Давай, давай. Что? Что, ты шевелится? Нет. Я удивлен, конечно, что наши редактора так постарались. И подготовились. У кого-то такие интересные мысли. Понимаешь? Причем нужно понять, как они могут это в повседневной жизни использоваться. Очень сложно, скажу тебе сразу. Я думаю на хэллоуин. Как раз сейчас хэллоуин можно... Да, кстати, хэллоуин это вообще тема. Я прям хочу, чтобы ты это примерила. Давай посмотрим, как это садится. Мне прям очень интересно. Да? Давай поможем. Давай не будем. Ладно. Ну давай я могу себе на себе примерить. А ты как раз подумаешь. Да. Я в принципе на хэллоуин, у меня еще нет костюма. И у меня есть девушка. Как раз хвостик костюм. Я думаю она оценит этот роль зайчика. Идет. Идет? Да. Я удивлю, я думаю. Хорошо. Как ты думаешь, как можно ее применить в повседневной жизни? В повседневной вот... Кроме хэллоуин. Даже ума не приложу. Ну смотри, если у тебя притч, тебе нужно приехать на съемку. Да. Ты такая бац. Я вот так выходишь, да? В прямой эфир выходишь в масочки. И идешь. Ну притча что не видно. Глазки видно, губки видно. Можно же так использовать? Как вариант. Как вариант. А ну посмотри, там есть что-то еще? Ага, осторожно. Это ключи от нашего пояса. Яночка, но я тебе скажу, что с нашим челленджем, во-первых, я не знал. Это гость для тебя лично подготовил, кто был у нас в прошлом. Мне надо кому-то подготовить следующего. Ты подготовишь, обязательно. Я очень рад, что ты пришла ко мне в гости. Я безумно круто провел с тобой время. Хочу сказать нашим друзьям, что обязательно зайдите на страничку в инстаграм Киане, посмотрите ее прекрасные фотографии. У вас есть обязательно стимул, на чем работать. Я думаю, большинство девушек позавидуют, просто ничего не сделают, а сохранят. А мужчины очень прокомментируют. Яночка, я хочу тебя обнять и сказать спасибо. Спасибо. Очень интересно и приятно.